Основной удар наших протестунов наносится по президенту и по вертикали власти. Давай, не надо, демократия, все должно выбираться, избираться. Ну мы проходили, последние первые от Горбашова, мы же избирали, помните, всех? Руководители предприятий, директоров избирали. Ну что, да избирались, и страну потеряли, и союз развалился. Ну а нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас. Хотя, конечно, нам конституцию надо новую, и я сторонник новой конституции не потому, что, вы знаете, демократию какую-то надо, не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует? Вот незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда. У нас конституция очень серьезная. Казахстан, Россия, мы, пожалуй, вот три таких продвинутых государства, которые имеют такую серьезную, жесткую конституцию. Где от президента решение зависит все. Поэтому я с этой точки зрения понимаю, что, не дай бог, придет человек и войну захочет какую-то развязать и прочее. Поэтому, да, надо нам создать новую конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась. Вот смотрите, сейчас столько предложений. Надо парламент избирать по партийным спискам, немедленно создать партии. Все это хорошо, когда это у других ты видишь. Партийные списки и прочее. Ну, если вы этого хотите, народ за это проголосует, так и будет. Клянусь, так и будет. Никакую конституцию я под себя не делаю. В новой конституции я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите. И я никогда не допущу того, чтобы, принимая новую конституцию, кто-то сфальшивил. Или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал. Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинуть. Спасибо. Спасибо. Спасибо.